Здравствуйте! В эфире Национального телеканала новостей и краткий обзор событий. Они рождены, чтобы летать. В Джейрагском районе проходит фестиваль бейсджамперов. Медицина на селе на уровне. Новые амбулатории появятся в Ингушетии. Расскажем о пенсионере, для которого годы – это лишь цифры, а не состояние души. Сегодня в Джейрагском районе стартовал международный фестиваль бейсджамперов в памяти трехкратного чемпиона России по парашютному спорту, всемирно известного экстремала Глеба Вариводина. Напомню, Вариводин погиб в авиакатастрофе на Урале. В его честь назван клуб, открытый в Джейрагском районе, на том самом месте, где Глеб приземлился после первого прыжка с высоты Ингушетских гор. В фестивале принимают участие 15 спортсменов, среди которых представители США, Голландии, Швейцарии, Мурманской, Московской областей и Москвы. Прием заявок еще не завершен, поэтому география участников может расшириться. Показательные прыжки будут проходить с гор Цейлуам и Мятлуам. 14 сентября состоятся прыжки к башенному комплексу Ни Пялинг с флагом Ингушетии. 15 числа спортсмены совершат групповой прыжок с горы Цейлуам. Для гостей и участников соревнований планируется насыщенная культурная программа. Экскурсия по туристическим объектам. Лучшим будут вручаться памятные призы с ингушской символикой. Фестиваль продлится до 16 сентября. Индекс промышленного производства Ингушетии повысился и составил 109%. Основное влияние на формирование показателей оказал рост объемов добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств. Обрабатывающих производствах индекс составил 197% относительно с 2017 года. На увеличение объема выпуска продукции повлияла деятельность организации металлургического производства. Индекс пищевых продуктов увеличился за счет переработки и консервирования мяса и мясной пищевой продукции. Индексы производства по видам экономической деятельности, обеспечения электрической энергии, газом, паром и кондиционированием воздуха и водоснабжения сложились на уровне 96%. По Альтива готовится к открытию новая врачебная амбулатория. Объект рассчитан на 100 посещений в смену. Строили его на перспективу с расчетом на обслуживание сразу двух населенных пунктов. С вводом учреждения у жителей Альтива и Гамбурзиева появится возможность проводить медицинские обследования, не выезжая в Назрань. Репортаж Мадзины Пугоевой. Наматывать круги в поисках местной амбулатории – дело не из легких. О том, что участковые врачи ведут прием пациентов в здании Назрановской горской больницы, знает далеко не каждый. А потому и визит к медикам немного затягивается. До недавних пор сотрудники Гамбурзийской и Альтивской амбулатории работали в неприспособленных помещениях. Три кабинета между собой делили сразу несколько врачей. Лаборатория и процедурный кабинет располагались в одном помещении, а некоторых специалистов и вовсе не было. С 2016 года мы располагаемся на здании НГБ. Конечно, условия у нас хорошие. В посредине с тем, что было у каждого врача свой кабинет. У нас есть кабинет ЭКГУЗИ, отдельные кабинеты. Гинеколог принимает в своем кабинете. Единственный минус, что мы тут располагаемся только временно. Мы все-таки ждем свое постоянное помещение и надеемся, что скоро переедем. Чаяние медиков не напрасны. Строительство нового здания для участковых врачей уже завершено. Духэтажный корпус лечебного учреждения разделит между собой врачи Альтивской и Гамбурзийской амбулатории. Все необходимые коммуникации сюда уже провели. Рабочие закончили внутреннюю отделку, налаживают систему безопасности и даже приступили к сборке мебели. В каждых кабинетах ставим оборудование. На втором этаже уже готово практически. Спустимся на первый этаж завтра, а потом уборка. И будем задавать до 15-го данная команда поручения нам, чтобы объект был сдан. Шесть участковых терапевтов, восемь педиатров, детский уролог-травматолог и ряд других врачей узких специальностей. Вместе с новым корпусом амбулатории получат новое современное оборудование. В полной мере заработает лабораторное диагностическое отделение, кабинет физиотерапии и рентген. Удобство появится и у пациентов. Добираться сюда на общественном транспорте местным жителям будет комфортнее, уверены власти города. К тому же в шаговой доступности находится и администрация двух административных округов. Удобство здесь создали и для людей с ограниченными возможностями. Колясочники смогут попасть на прием к нужному врачу благодаря вертикальному подъемнику. Впрочем, оценить удобство медучреждения пациенты смогут уже через пару дней. Официальное открытие еще одной амбулатории в ближайшем будущем состоится и в сельском поселении Насуркорт. Мадина Пугоева, Хамзат Халукоев, Новости 24. Получается загранпаспорта нового образца биометрические станет проще. Теперь многофункциональные центры смогут выдавать биометрические паспорта. Данная услуга стала доступной с 1 сентября, хотя бы в одном МФЦ в городских округах и административных центрах, где проживают свыше 50 тысяч человек. С 1 февраля 2018 года такие МФЦ должны располагаться в городских центрах, муниципальных районах с численностью населения свыше 100 тысяч человек, а также в городах федерального значения. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Сегодня же в Госдуме состоится очередное заседание рабочей группы Палаты по изменениям в пенсионном законодательстве профильной комитеты. Все эти последние дни рассматривали пакет президентских поправок. Быть от срочки отдыха или нет, пока неизвестно. Тем временем большинство пенсионеров не горят желанием идти домой. Некоторые просто не представляют себя незанятыми. В их числе и наш коллега Хаваш Аушев. Стаж работы 30 лет. Если у всего коллектива телевидения рабочий день начинается ровно в 9, то у отдела водителя и их начальника наступает он на полчаса раньше. До прихода журналистов в диспетчерскую Завгар и его подчиненные должны пройти несколько процедур. Одна из них – это осмотр автотранспорта. Если есть какие-то неисправности, то машина автоматически снимается с линии. Еще один немаловажный момент – самочувствие самих водителей. На часах ровно 9, а значит корреспонденты спускаются с заявками на автотранспорт. Без этого документа, в котором зафиксировано время и место выезда, ни одна служебная машина не выезжает с территории ТВ. Всего в автопарке телевидения 14 машин. Выездов ежедневно в 2, а то и в 3 раза больше. Задача заведующего гаража – грамотно распределить выезды, чтобы водители успели развести и забрать съемочные группы, которые разбросаны по всей республике. У нас здесь все сплоченно. То есть не может работать журналист без оператора, само собой, монтажера, автопарка. Все, каждый отдел, он нам нужен. Так как вот я, например, сейчас должен поехать на выезд. У нас очередной дорожный патруль, по которому мы будем рассказывать о безопасности перехода проезжей части, то есть с детьми. Вот, непосредственно сейчас завгар должен мне выдать машину, вернее, водителя предоставить мне с автомобилем. И, конечно же, он прекрасно понимает, что когда у нас дорожный патруль, машина должна быть в хорошем состоянии. То есть в каком плане? Чтобы стекло было, во-первых, чистое и не было на нем трещин. Потому что мы часто снимаем нарушения через салон автомобиля, то есть через лобовое стекло. Хаважу Аушеву 64, на пенсию, как и положено, ушел в 60. Тогда было и решил, что пора на заслуженный отдых. Но, просидев дома всего несколько месяцев, мужчина изрядно заскучал. В Ингушетии по статистике из 100 тысяч пенсионеров в 20 до сих пор не сдали трудовую книжку. Не готовы и работодатели отпускать профессиональных специалистов. Ведь главный плюс людей пожилого возраста – их бесценный опыт. Это стало одной из множества причин, по которой не так давно в Госдуме и было принято решение о повышении пенсионного возраста. Пенсионный возраст предполагается повышать постепенно, чтобы люди могли адаптироваться к новым жизненным ситуациям, выстроить свои планы. Но хорошо понимая, что сложнее всего придется тем, кто первым столкнется с повышением пенсионного возраста. Уже совсем скоро. И мы должны это учитывать. В этой связи предлагают для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу, право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019. То есть, повторю, на шесть месяцев раньше. Незанятость, уверен Хаваш, рождает стрессы и болезни. Поэтому он планирует и дальше заниматься своим ответственным делом. Зарема Ивуева, Рахман Цуров, Новости 24. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. Это была вся информация. К этому часу увидимся в 16.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин